Дорогие друзья, забыл включить запись, запись включена, включил запись. Дорогие друзья, всех приветствую, с вами Григорий Мирошенченко, город Челябинск, группа компании Skyway и сегодня у нас 9 число, впереди еще у нас много праздников, впереди еще у нас Старый Новый Год, впереди у нас Крещение и так далее. Но в любом случае так получилось, что у меня первый вебинар в этом году, я его открываю, этот вебинар, и, как говорится, с Божьей помощью, ребята, хочу вас поздравить все с прошедшими праздниками, с наступившим Новым Годом, 1918 год. Год, конечно, будет невероятный, я думаю, вы все это уже чувствуете. Почему? Потому что мы прошли сертификацию, потому что сейчас уже никаких отмазок нет по поводу того, что что-то доказывать кому-то, что-то объяснять, как в Российской Федерации, так и по всему миру, так как в данный момент, я надеюсь, с Божьей помощью, до конца этого месяца, максимум, февраль месяца, это будет сертификация Юго-Восточной Азии, нашим партнерам, руководителям нашего отделения в Австралии, господином Родом Хуком, точно так же будет сертификация получена в Индии, в любом случае, и вот уже не то, что отмазок, а отговорок, ничего, ничего уже нет. Ребята, вот понимаете, мы, да, 18-й, я и сказал, 18-й год, 18-й, я стал 17-й раз, 18-й год, дорогие друзья, 18-й год, это год действительно будет, год, мы каждый Новый Год начинаем вот так-то, знаете, на ура начинаем, но вопрос на ура, сегодня у нас 9-е число, и даже судя по тому, что у нас сейчас происходит в кабинетах, я думаю, вы видите, да, мы хорошо отдохнули, мы хорошо, а кто-то хорошо поработал, могу примеры привести, почему хорошо. Ребята, меня слышно нормально? Если меня слышно нормально, поставьте по 10-бальной системе, и, Любушка, перезагрузись, либо зайди с другого браузера, может быть, с Mozilla, может быть, с код другого браузера, попробуй зайти, так, в принципе, все должно быть нормально. Итак, дорогие друзья, цель сегодняшнего вебинара просто-напросто, мы, как говорится, как я обозначил, поговорим о нас, о нас, о том, что отдых закончился. Танюш, ну, я здесь ничего не могу сделать, к сожалению, пожалуйста, у себя отрегулируйте, отрегулируйте у себя, то есть так вроде у всех все нормально. Итак, дорогие друзья, я могу вот просто вспомнить, мы начали работу, собственно говоря, 3-го числа, 1-го, 2-го числа у нас офис был закрыт Челябинский. Чуть меньше громко сделать? Давайте, хорошо, я попробую, тогда чуть-чуть подождите, дорогие друзья, чуть-чуть, буквально минуточку, сейчас я постараюсь сделать громкость поменьше, мне надо увеличить, так, 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 масштаб, сейчас, одну секунду, ребята, сейчас я увеличу масштаб, так, после этого отрегулирую, так, 51, давайте сделаю на 50, на 48, вот так вот, на 48, сейчас еще раз поставьте по 10-бальной системе, как меня слышно и видно, вот, уменьшаю до 100%, все отлично, все, все замечательно, все, спасибо, спасибо. Итак, так вот, по поводу того, что мы начали работу 3-го числа, с 3-го числа, вот, понимаете, вот есть люди, которые нацелены на, даже, вот, не то, что в плане идеи, чего-то еще, но просто они нацелены на то, что надо зарабатывать деньги, я говорю таким простым человеческим языком, зарабатывать деньги. У меня есть такой замечательный партнер, вот, просто, не у меня лично, он подписан, не мной лично, а нашим партнером из Южноуральска, Анатолий Светлих, и вот я просто, я просто поражаюсь тому, что он каждый день, буквально каждый день приходит с новыми людьми, и даже звонил мне 1-го числа, то есть, по поводу того, что можно ли будет встретиться с людьми, но так, как он с ней работал, мы не встречались. К чему я это говорю, ребята, к чему? Загляните в свои кабинеты, посмотрите своих партнеров, да, сколько у вас партнеров, которые, ну, которые, они у вас есть, они у вас есть, но они у вас без инвестиций, почему, я не знаю, почему они в это не поверили, тоже не знаю, хотя по большому счету знаю, но кому-то что-то доказывать не надо, но вы знаете такое золотое правило, к каждому человеку надо обратиться, ну, я не знаю, как минимум 10-15 раз, для того, чтобы он, ну, что-то осознал, что-то понял и в конечном счете принял правильное решение. Это не значит, что мы кого-то сейчас будем заманивать, кого-то уговаривать, так далее, так далее. Почему? Потому что это время уже просто-напросто прошло. А теперь внимание. Вот все, вот эти проблемы, все эти задачи, вот все абсолютно, это мы можем перевести, как говорят в математике, в типо формулы. Наметили, сделали, дальше наметили, сделали и так до достижения целей, в наших целях общих. Все проблемы перевести в задачи, перевести задачи, наша задача, перевести проблемы эти в задачи. И мы знаем, что это любая задача имеет решение. Господа математики, или даже не математики, просто вспомните, это огромная редкость, что нельзя было решить какую-то задачу. Наша задача на сегодняшний день, после того, как уже есть сертификация, перед самым Новым годом, мы получили, то есть у нас сертифицировано два направления. Это грузовой, это, собственно, грузовой практически то же самое. Это городские прогулочные трассы, все, вот все решено. И сейчас, знаете, такое затишье, вот многие меня спрашивают, почему такая затишье, такое затишье у нас в интернет, почему затишье в чатах, почему затишье в новостях. Ребята, какое еще может быть затишье? Вы видели выступление всех-всех-всех наших руководителей, вы видели наши производственные площади, вы видите, что работа не останавливается ни на один час, буквально ни на одну минуту. Вы видите о том, что Анатолий Довальевич Юницкий вернулся только что, перед самым Новым годом, вернулся из Арабских Эмиратов, где, вот знаете, такая информация, не инсайдерская, но такая информация, позволяющая нам понимать, что люди, которые обладают огромными капиталами, они принимают, начинают принимать решения, ответственные решения. И эти ответственные решения означают, что я на прошлом, в последнем вебинаре чуть-чуть это освещал, так вот, это такая, знаете, полуинсайдерская информация, не моя, не моя, но, скорее всего, что скоростная трасса, первая скоростная трасса, будет строиться очень быстро, скремительно, но в Арабских Эмиратах, может быть. Я это не утверждаю, но я подозреваю, что так оно будет, по одной простой причине, что мы с вами, инвесторы, и мы понимаем, что построить дорогу между деревней Пупкина и городом Челябинском, где я проживаю, смысла не имеет особого, сегодня, по одной простой причине, что коммерческая составляющая там будет нулевая, так вот, там, где, вот, абсолютно, Любушка, абсолютно верно, буря, скоро грянет буря, и эта буря грянет максимум, вот, вспомните, мой этот вебинар, грянет она максимум в феврале месяце, почему? Тогда, когда будет, скажем так, юридически обоснованная возможность озвучить то, что будет происходить дальше, а что это такое в финансовом плане? В финансовом плане, дорогие друзья, это то, что мы, ну, многие, да что лукавить, многие, мы все все-таки пришли не просто так, а для того, чтобы еще и, помимо идейной составляющей, хотя это является, наверное, основой всего того, чем мы занимаемся, это еще и финансовая составляющая, есть на сегодняшний день, вот просто на сегодняшний день, у большинства людей есть увеличить свои, небольшие даже вложения в десятки, в сотни раз, я подчеркиваю, в десятки, в сотню раз, в сотню, не в сотню, а в сотню раз, так как буквально год тому назад, я говорил, что в тысячи раз, и это так де-факто есть, почему, потому что на сегодняшний день, мы на десятом этапе, и средняя инвестиционная составляющая может увеличиться при выходе на IPO примерно в сто раз, я просмотрел массу информации, вот за эти выходные, просто огромное количество информации по выводу на IPO различных компаний, потому что они делали, потому сколько времени это занимало, и вот то, что Вячеслав Куэльи с Екатеринбургом меня немножко все время журит за то, что я в чате, который посвящен криптотехнологиям, токенам, я пишу, делаю ссылку на наш вебинар, так вот, дорогие друзья, по поводу того, что понимаю я в этом или не понимаю, поверьте мне, что кое-что понимаю, и не просто так понимаю, так как с Алексеем Суходовым, мы живем в одном городе, и общаемся постоянно на эту тему, и с Виктором Тарасовым общаемся, и плюс еще с тренажом специалистов мирового, скажем так, класса, и понимание, что у нас есть шанс, используя вот именно возможности ICO, ICO ускорить вот эту финансовую составляющую для нас очень интересную в десятки, а может быть в сотни раз ускорить и увеличить, я подчеркиваю, скорить, как Сибиряков Сергей Анатольевич говорил, что наша составляющая может быть увеличится как минимум на два порядка, и это не просто вот что-то такое эфемерное, непонятное, хоть я и занимаюсь этим очень вплотную сейчас и токенами, и ICO, IPO, и крипто составляющими, криптотехнологиями, криптобиржами, но, дорогие друзья, до конца вот это все не то, чтобы проанализировать, а понять это простому человеку непросто, если уж мне, я всегда так говорю, если мне непросто, то 90% людей точно так же непросто это поймет и примет, но, но, у нас сейчас есть, вот за плечами у нас, не просто, у нас, у нас проделана гигантская работа, просто невероятная работа, фантастическая, я бы сказал, работа, то, что корпорация Симмонс сделала 45 лет, мы это сделали за три с небольшим года, если мы хотим иметь завтра то, что мы хотим иметь завтра, то, что мы для этого делаем, я вот эту фразу, помните, на одном из вебинаров, по-моему, предыдущих вебинаров озвучивал, если мы хотим иметь завтра то, что мы хотим иметь завтра, и там задавался вопрос, ответьте на этот вопрос, и ответило, по-моему, два или три человека, то, что мы делаем, что мы для этого должны сделать для того, чтобы мы имели завтра то, что мы хотим иметь завтра. Наша с вами задача, вот наша, именно не Анатолий Дуанчиницкого, не более чем 400 человек работают в нашем проектном институте, это наши мозги, это наше будущее, это наше самое ценное, на что есть. Так вот, наша с вами задача – это финансирование. То есть, это простейшее действие, которые это те обязательства, которые мы с вами взяли на себя, мы выполняем эту работу. То есть, и эта работа, вот понимаете, она там, где обещают, но это не осуждение, но там, где обещают, здесь сейчас и немедленно получить что-то, здесь сейчас и немедленно вы можете и потерять что-то, а точнее все потерять. И вот это, что меня те, кто меня хорошо знает, я уже об этом говорю неоднократно, понимают, что почему, Григорий Михайлович, вы 4 года уже в Скайвей, почему? Я не только в Скайвей, у меня есть несколько источников дохода, но суть дела, почему именно основа самой главной – это технологии, новые технологии. И это технологии, которые не просто изменят мир, а как это, это вот, вот это волшебная фраза, не волшебная фраза, это де-факто мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. А дальше уже додумывайте сами. Если мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации, соответственно, что же мы с этого будем иметь, как акционеры, как совладельцы данного бизнеса? И вот вопросы типа того, не даже не вопросы, а такие утверждения, типа того, что они обманет ли нас, Анатолий Дуанович Юницкий. Ребята, почитайте историю Юницкий, почитайте вообще о жизни Анатолия Дуановича, человек, который посвятил всю свою жизнь этому, и когда мы приняли решение дать шанс миллионам людей по всему миру, я бы сказал даже не миллионам, а сотням тысяч людей, заметьте, сотням тысяч. Почему? Даже по всему миру, хотя у нас наши партнеры уже есть из всех стран мира, вот из всех стран мира. Практически нет ни одной страны в мире, где бы не появились наши партнеры, наши инвесторы. А о чем опять же это говорит? О том, что это доверие к тому человеку, который взял на себя эту ношу, и эту ношу, это не тяжелая, это легкая ноша. Почему? Потому что это его жизнь. Я лично называю Анатолия Дуановича Юницкого такая фраза «дорога длиной в жизнь». То есть он это создает всю свою жизнь. Тут вижу, не глядел в чат, но вопросы, ребята, попозже отвечу на вопросы. Так вот, цель сегодняшнего вебинара, для того, чтобы мы с вами сегодня очнулись, проснулись и начали действовать. Это, понимаете, такая... Да, абсолютно, Николай, Коля, Брюхов, да, большое спасибо. Это наш партнер тоже из Челябинска. Человек, который постоянно бывает в Соединенных Штатах Америки, который летает по всему миру. Человек, который, ну, наверное, немножко понимает тоже в этом деле. Большое спасибо за поддержку. Вот именно не доверять такому человеку, тем более, что я лично знаком с Анатолием Брюховичем очень хорошо и с его женой знаком. И не так часто бываем мы как бы в неформальной обстановке, но когда мы бываем в неформальной обстановке, это стоит видеть этого человека, слышать его, о чем он говорит, о чем он думает, чем заняты его мысли постоянно. Вот об этом хочется говорить, о степени доверия. Но я не передам вам степень доверия. Почему? Потому что пока вы сами с этим не ознакомитесь, пока вы не позвоните своим партнерам и не попросите их ознакомиться с этим. Финансовая составляющая, она, хотим мы этого или не хотим, но она как бы является основой всего. Но, дорогие друзья, мы можем зарабатывать сегодня, завтра, послезавтра, после-послезавтра, но создать капитал, который будет кормить вас, ваших детей и ваших внуков в ближайшие 100 лет, вот это, наверное, ну, знаете, такая основная, я не скажу, что это задача, но это основной мотивационный смысл того, что мы с вами делаем. Если вы это понимаете, это здорово. Вы можете зарабатывать где-то в других проектах, ради бога, пожалуйста. Выбор каждого. Вы можете посвящать свое полностью, 100% время только Skyway. Вы можете вкладывать деньги в различные другие проекты, но свою десятину приносите сегодня сюда. Приносите сегодня и обзвоните еще раз всех своих партнеров, всех своих друзей. Наш основной друг на сегодня даже не Skype, даже не интернет-технологии, а основной друг – телефон. Хотите вы это, нет, но это телефон. Позвоните по телефону и скажите человеку, что сказать, как сказать. Об этом мы будем говорить с вами. Сейчас не просто будем говорить, а я надеюсь, что с этого месяца, вернее, 10 февраля месяца. Почему? Потому что у меня жена сломала руку, вымихнула очень сильно руку, она находится в гипсе, поэтому я сейчас никуда даже в Крым не лечу, хотя мне надо лететь в Крым, а я должен быть дома, готовить объекты, говорится, я не жалуюсь, но вот так она есть. Поэтому, дорогие друзья, телефон, основной наш инструмент для работы – это телефон, не просто для работы, а для того, чтобы дать шанс человеку получить эту информацию, а потом сделать свой выбор. И вот как я, когда рисую на своей любимой дощечке, я всегда показываю, вот, ребята, у вас была какая-то финансовая ситуация два-три года тому назад, и задаю вопрос, создали вы за эти прошедшие два года, создали ли вы свой капитал? Люди говорят, ну да, я там что-то заработал. 99% говорят нет, 1% говорят да. А опять же вопрос да, что заработали, а заработали, ну, в общем-то, деньги, которые позволили, может быть, купить даже квартиру, может быть, хорошую машину, что-то еще, но капитала нет у этих людей, нет капитала. Ну, это, это де-факто, я думаю, что вы с этим все будете абсолютно согласны. Так у нас есть шанс создать капитал, а уже как грамотно распорядиться этими деньгами, этим капиталом. Вот это уроки финансовой грамотности, которые проводят Магасумова Гузель и Виктор Тарасов каждое воскресенье. К сожалению, сейчас мы их не услышим до, до, до 21 числа, по-моему, да, так где-то. Гузель, кстати, сейчас находится в Средиземном море, кто читал, в чатах, информация была, она сейчас, она мечтала просто, это для нее отдых, это отдых для нее, но не только отдых, но еще и тренировка. Она осваивает парусный спорт, 10 дней ходит на фрегате, штандарт, это фрегат Петра Великого, это первый, по-моему, такой крупный фрегат военный, это абсолютная копия, и просто поддержите ее лайками, чем-то еще, пожелайте ей хорошего, как 7 футов под филем, как говорят, 12 числа, она только на 12 числа выйдет в интернет, и я думаю, что все-таки выложит фотографии. Вот, это как бы небольшое отвлечение такое. Так вот, дорогие друзья, цель сегодняшней нашей встречи очень простая, очень короткая, для того, чтобы мы с вами проснулись, с завтрашнего дня начинаем работу, для тех, кто присутствует в чатах марафона, марафона, значит, я начинаю делать рассылки именно по обучающему материалу. Да, Юра, правильно, абсолютно 7 футов подкили, да, да, она такая упорная, она такая противная, но, но такая, как в том анекдоте, такая долбанутая, и у ней там фотография, как выставлена у Гузель в этом, ВКонтакте, где она висит, не знаю, на какой высоте, по-моему, метров 15-20, там убирают паруса, куда-то зашли в какую-то бухту, но, в общем-то, интересно, мне интересно даже, хотя она об этом мечтала, и вот такой шанс у ней появился. Вот, дорогие друзья, и так, опять же, возвращаемся к тому, ради чего мы сегодня собрались, не только ради, но и ради этого то же самое. Нам нужно, вот просто необходимо понимание того, какие действия мы должны предпринять, для того, чтобы наш проект состоялся, и не просто состоялся. А я сейчас, наверное, вас немножко не напугаю даже, а подстегну к тому, что возможно, что в феврале, так как такое затишье, оно бывает, как затишье перед бурей, кто-то написал, ребят, затишье перед бурей. Так вот, возможно, что финансирование в проект будет закрыто в феврале, максимум в марте месяце. Финансирование. А что такое закрыто финансирование? Это значит, все оставшиеся пакеты акций, а мы сейчас находимся на 10 этапе, и у нас еще, сейчас я примерно прикину, примерно порядка 20 миллиардов акций еще есть в резерве, да, где-то, нет, 15 даже, 15 миллиардов акций есть в резерве, вот эти акции, они продаваться не будут, просто нам, что технология может быть, то есть вход в корневую технологию может быть закрыт. Это хорошо, с одной стороны, с другой стороны, мне лично хочется, чтобы вот эта продолжность немножко побольше, чтобы была возможность в конечном счете, ну, хоть немного еще приобрести больше акций. Вот хотите или нет, дорогие друзья, но такая задача, не то, что задача, а такая возможность, такой шанс, он у нас есть, и если мы его не используем, то, ну, ребята, это наша будет, ну, возможно ошибка, может быть и нет, решайте, каждый из вас решит, решить должен сам. И так, дорогие друзья, сегодняшний вебинар у нас такой будет не длинный, он будет короткий, но у меня просьба, завтра, пожалуйста, приходите на вебинар Алексея Суходоева и Сергея Анатольевича Сибирякова, Сибирякова, почему? Потому что это будут новости, это будут новости, кстати, эксклюзивные, которых я сегодня даже не знаю, Сибиряков Сергей Анатольевич об этом знает, и как он мне вчера сказал по телефону, что действительно может быть нечто, я не знаю, ему дано будет право об этом сказать или нет, не могу сейчас, но я думаю, что кое-что будет озвучено, это были не просто праздники, это была еще и мощнейшая проработка многих финансовых составляющих. Итак, дорогие друзья, я всех поздравляю с прошедшим Новым Годом, настраиваемся на работу, все, на работу в хорошем смысле слова, работа, которая доставляет нам удовольствие, работа, которая нам доставляет кайф. И я еще раз повторю, вот понимаете, золотое правило инвестора, вот запишите, запомните, это не мои слова, но поселить себе надежду на светлое будущее. Это золотое правило инвестора. Если мы это не поймем, не осознаем, не примем, мы не инвесторы. Поселить себе надежду на светлое будущее. Вот это основа основ. Мы это будущее создаем. Если мы хотим иметь завтра то, что мы хотим иметь завтра, то что мы должны сделать сегодня? А сегодня мы просто должны взять телефон и начать звонить, взять десятину и вложить в проект. И понимание, что любая цель достижима. Просто поэтапное движение к цели. Наметили, сделали. Дальше наметили, сделали. И так до достижения цели. А наша цель это реализация Skyway. Еще раз всех благодарю. И до встречи на следующих вебинарах. С вами был Григорий Мирошниченко, город Челябинск, группа КАР. Субтитры создавал DimaTorzok